фома аквинский в поисках божественной сущности фома аквинский около 1225 1274 ведущий христианский философ средневековья он вел строгий монашеский образ жизни много писал и широко проповедовал ученик фома аквинский создал целостную церковную доктрину которую изложил в своей книге сумма теологии эта доктрина впоследствии стала официальной философией римско-католической церкви аквинский не проводит характерного для августина четкого разграничения между материальным и духовным мирами или между обществом и градом божьим для него и материальное и духовное творение берут начало в боге в то же время он признает что духовный мир выше материального шрила прабхупада говоря материальный мир мы имеем в виду мир временной некоторые философы например моя вадим персоналисты заявляют что материальный мир ложен но мы вайшнавы предпочитаем говорить что он приходящ или иллюзорен хотя материальный мир является отражением духовного сам по себе он не обладает реальным существованием поэтому иногда мы сравниваем его с миражом в пустыне в материальном мире нет счастья но в нем отражаются трансцендентное блаженство и счастье мира духовного неразумные люди гонятся за иллюзорным счастьем забывая что подлинное счастье в духовной жизни ученик фома аквинский соглашался как с ансельмом так и с абеляром которым принадлежали следующие высказывания верую чтобы понять и понимаю чтобы поверить таким образом разум и откровения взаимно дополняют друг друга как средство постижения истины прабхупада поскольку человеческий разум несовершенен необходимо еще и откровение истину постигают при помощи логики философии и откровения по вайшнавской традиции мы приходим к истине через гуру духовного учителя который считается представителем абсолютной истины личности бога он передает послание истины поскольку абсолютная истина открылась ему через ученическую преемственность если мы принимаем своим наставником истинного духовного учителя и смиренным служением доставляем ему удовольствие силой его милости нам может открыться бог и духовный мир это придет к нам через откровение поэтому мы выражаем почтение духовному учителю молитвой ясья просадат бхагават просаду ясья просадан нагати кутопи дьяянсту вам стасья я щастри сантьям ван де горох шри чаранара виндам благословение кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал поэтому я должен всегда помнить о своем духовном учителе и прославлять его не менее трех раз в день я должен склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя шри гурваш така 8 мы сможем понять бога если доставим радость духовному учителю который передает послание господа ничего не добавляя от себя об этом говорится в падма пуране сивон мукхе хиджих вадау своем и вас пурать ядах господь открывается нам когда мы занимаем свои чувства служением ему ученик по аквинскому бог единственное существо состоящее из чистой формы он считал что материя есть нечто потенциальное и для того чтобы стать реальной она должна принять определенную форму другими словами живое существо чтобы обрести себя должно обрести индивидуальную форму когда материя соединяется с формой эта форма наделяет ее индивидуальностью и личностью прабхупада материя сама по себе бесформенно формой обладает лишь душа материя просто оболочка покрывающие истинную форму души материя лишь кажется обладающей формой потому что душа имеет форму материя подобно одежде скроенной по фигуре однако в духовном мире все имеет форму и бог и душа ученик фама аквинский считал что не материальной только формы бога и ангелов а также что не существует разницы между формой бога и его духовной сущностью прабхупада формой обладает и бог и индивидуальная душа это подлинная форма материальная же форма не более чем оболочка духовного тела аквинский приводит пять главных доказательств существования бога во первых бог непременно должен существовать как первопричина всего во вторых материальный мир не мог возникнуть сам по себе поскольку для этого необходимо было что-то внешнее духовное в третьих поскольку мир существует должен существовать и тот кто его сотворил в четвертых поскольку в этом мире есть относительное совершенство должно существовать и совершенство абсолютное лежащее в его основе и в пятых так как творение имеет замысел и цель то должен существовать конструктор разработавший его прабхупада мы тоже принимаем эти доказательства кроме того ребенок не может появиться на свет без отца и матери современные философы не принимают в расчет этот сильнейший аргумент согласно брахма самхите все имеет причину а бог есть высшая причина и шварах паромах кришнах саччитананда в играхах анадирадир говиндах сарва карана каранам кришна говинда верховный властелин его тело духовное вечно и исполнено блаженство он источник всего сущего но у него самого нет источника ибо он причина всех причин брахма самхита 5.1 ученик аквинский также утверждает что относительное совершенство которое мы видим здесь обязательно предполагает существование абсолютного совершенства прабхупада до духовный мир это абсолютное совершенство временный материальный мир это лишь его отражение любое совершенство которое мы видим в материальном мире происходит из мира духовного джан мадья сия я тах согласно веданто сутре все сотворенное исходит из абсолютной истины ученик в наше время даже некоторые ученые признают аргумент аквинского гласящий что поскольку в материальном мире ничто не может создать само себя для начала творения требовалось нечто внешнее духовное прабхупада да гора не может ничего создать человек же способен придать камню форму гора может быть очень большой но она остается всего лишь камнем не способным придать форму чему-либо ученик в отличие от платона и аристотеля аквинский придерживается мнение что бог создал вселенную из ничего прабхупада вселенная безусловно создана богом но бога его энергии существуют всегда вы не можете логически обосновать что вселенная создана из ничего ученик фома аквинский утверждал что раз материальная вселенная не могла возникнуть из духовной природы бога она должна была быть создана из ничего прабхупада материальная природа тоже энергия бога кришна утверждает в бхагавадгите бхумира по налова юх хаману будхи рэвача аханкара и тиямме бхина пракритер аштадха земля вода огонь воздух эфир ум разум и ложное эго эти восемь элементов составляют мою отделенную материальную энергию бхагавадгита 7.4 все эти энергии исходят из бога и поэтому не могут быть иллюзорными они считаются подчиненными поскольку являются его отделенными материальными энергиями если голос человека записать на пленку звук воспроизводимый магнитофоном ничем не будет отличаться от голоса самого человека хотя звук этот исходит не от самого человека изначально его источником был человек если не видно откуда идет звук можно подумать что говорит сам человек хотя в действительности в этот момент он может находиться где-то очень далеко точно так же и материальный мир является порождением энергии верховного господа поэтому не следует думать будто он возник из ничего он и зашел из абсолютной истины но при этом является подчиненной отделенной энергией высшая энергия проявлена в духовном мире мире реальности в любом случае мы не можем согласиться с тем что материальный мир возник из ничего ученик аквинский возразил бы что весь мир был создан из ничего богом шрила прабхупада нельзя сказать что энергия бога это ничто его энергия проявлены и вечно существует вместе с ним у бога должна быть энергия если ее нет как он может быть богом натасия карьям каранам чавидья те на татсамаш чабхиадхи каш чадришья те парасия шахтер вивид хайва шруя те свабхавики джнана балакри яча нет никого равного верховному господу или более великого чем он господь не обязан делать что-либо поскольку исполняя его замысел за него все делают его разнообразные энергии шветошватара упанишат 6.8 бог обладает множеством энергий и материальная лишь одна из них поскольку бог есть все вы не можете говорить что материальная вселенная возникла из ничего ученик как и августин аквинский полагал что грех присущ природе человека из-за первородного греха адама каждый нуждается в спасении которые можно обрести лишь по милости господа но человек сам по собственной воле должен согласиться чтобы эта милость снизошла на него шрила прабхупада да мы называем такое согласие бхакти преданным служением а так шри кришна нам ади набхавит грахи ям индрия их сивон мукхехи джих вода у своем и вас бхурать я дах материальными чувствами не постичь святое имя форму качество и игры господа когда обусловленная душа пробуждается к сознанию кришны и служит господу используя язык для повторения его святого имени и вкушение остатков его пищи сознание ее очищается и постепенно кришна раскрывает ей свою истинную природу падма пурана бхакти наше вечное занятие и когда мы возобновляем свою вечную деятельность мы обретаем спасение или освобождение когда мы заняты ложной деятельностью мы находимся в иллюзии в мае а обретя освобождение мукти мы пребываем в естественном для нас положении в материальном мире мы занимаемся различными видами деятельности однако все они относятся к материальному телу в духовном же мире дух занимается служением господу это и есть освобождение или спасение ученик аквинский считал что грехи бывают простительными и смертными простительный грех может быть прощен но смертный нет смертный грех пятнает душу пробхупада когда живое существо не подчиняется велением бога в наказание его помещают в материальный мир здесь она либо исправляется благодаря хорошему общению либо вынуждена снова и снова рождаться получая одно тело за другим она испытывает тяготы материального существования душу невозможно запятнать но она может участвовать в греховные деятельности как только мы соприкасаемся с материальной природой мы попадаем в когти материального мира прокрыть их кри яма на ни гуна их кармами сар вашах ахан карави мудхатма картахом идти монеты введенные в заблуждение ложным эго обусловленная душа считает себя совершающие действия которые на самом деле совершают три гуны материальной природы бага в дгита 3.27 как только живое существо входит в материальный мир она утрачивает свое могущество она полностью попадает во власть материальной природы масло никогда не смешивается с водой но волны могут унести его ученик аквинский считал что монашеские обеты жизни в бедности целомудрия и послушания это прямой путь к богу однако он придерживается мнения что путь аскезы удел немногих аквинский рассматривает жизнь как паломничество ведущие из мира чувств в духовный мир бога от несовершенства к совершенству он полагал что монашеские обеты помогут человеку на этом пути прабхупада да согласно наставлениям вет мы должны встать на путь тапасии добровольного самоограничения тапаса брахмачарьина тапасия аскеза начинается с брахмачарьи целебата сначала мы должны научиться контролировать сексуальное побуждение это начало тапасии сначала следует научиться владеть умом и чувствами а затем все отдать служению господу следуя путем истины и храня чистоту мы сможем заниматься йогой и так приблизиться к духовному царству однако того же самого можно достичь занимаясь преданным служением став преданными кришны мы без каких-либо дополнительных усилий получаем благо которые приносит эскетизм просто служа кришне мы обретаем все те блага которые можно получить с помощью других методов ученик фома аквинский не верил в то что душа может существовать сама по себе в отрыве от конкретного тела бог не создавал душу способную обитать в различных телах он сотворил различные души ангельские человеческие животные и растительные здесь мы снова сталкиваемся с концепцией сотворения души прабхупада душа не создается но вечно существует вместе с богом душа обладает независимостью и может отвернуться от бога в этом случае она становится подобной искре вылетевшие из огромного пламени отделившись от пламени искра перестает сиять в любом случае индивидуальная душа существует всегда и господин и его слуги и существуют вечно мы не можем говорить что части тела создавались по отдельности раз есть тело значит должны существовать и все его части душа никогда не создается и никогда не умирает это подтверждается в самом начале бхагавадгиты на джая темрия те вакадачин на ямгут вабхавита ванабху ях аджонить ях шашвату ямпурану на ханьяте ханьяманы шариры душа не рождается и не умирает она никогда не возникала не возникает и не возникнет она не рожденная вечная всегда существующая и изначальная она не гибнет когда погибает тело бхагавадгита 2.20 может создаться впечатление что душа появляется на свет и умирает но так кажется лишь потому что она получила материальное тело когда душа обретает освобождение ей больше не нужно воплощаться в материальных телах она может вернуться домой к богу свое изначальное духовное тело душа никогда не возникала она существовала всегда так же как и бог если мы скажем что душа была сотворена то может возникнуть вопрос а не был ли сотворенный бог высшая душа конечно нет бог вечен и его неотъемлемые частицы тоже вечны разница лишь в том что бог никогда не получает материального тела тогда как душа являясь лишь крохотной его частицей иногда может не устоять перед влиянием материальной энергии ученик душа вечно существует вместе с богом в духовном мире пропхупада да ученик то есть душа обладает телом которое нетленно это тело отличается от ее материального тела пропхупада материальное тело это имитация она ложна поскольку форму имеет духовное тело то покрывающие его материальное тело также приобретает форму как я уже объяснял ткань изначально бесформенно но портной может скроить из нее платье по фигуре в действительности материальная форма иллюзорна элементы составляющие ее изначально бесформенны они на какое-то время принимают форму а когда тело становится старым и бесполезным возвращаются в свое изначальное состояние в бхагавадгите 18.61 тело сравнивается с машиной душа имеет свою собственную форму но ей дают машину тело на которой она странствует по всей вселенной пытаясь наслаждаться ученик аквинский считал что секс предназначен лишь для того чтобы зачать детей а родители ответственны за то чтобы дать своим детям духовное образование пропхупада веды предписывают то же самое вы не должны заводить детей если не можете освободить их из цикла рождения и смерти гурур наса сьет сваджано наса сьет пита наса сьет джан они наса сьет дай вам на тат сьян на патишь часа сьян намоча ед ях саму те помритьюм тот кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти не имеет права становиться духовным учителем мужем отцом матерью или полубогом которому поклоняются простые смертные багаватам 5.5.18 ученик фома аквинский утверждал что секс по причинам иным нежели воспроизводство противоречит цели природы которая состоит в сохранении человеческого рода а если принять во внимание нынешнее перенаселение земли этот аргумент по-прежнему остается в силе пропхупада сохранение рода здесь ни при чем недозволенный секс греховен потому что предназначен для удовлетворения чувств они для зачатия детей удовлетворение чувств в любой форме греховно ученик что касается государства аквинский как и платон верил в просвещенную монархию но считал что в некоторых случаях человек может не подчиняться мирским законам если они мешают благополучию человека и служат инструментом насилия шрила пропхупада да но прежде всего мы должны понять в чем состоит наше благополучие к сожалению с развитием материалистического образования мы все больше утрачиваем понимание цели жизни цель жизни открыто провозглашается в веданта сутре от хату брахма джиджна сам жизнь предназначена для постижения абсолютной истины на этом принципе основана вся ведическая цивилизация но нынешняя цивилизация отклонилась от этого принципа и нацелена на достижение вещей которые не смогут избавить ее от бед рождение старости болезни и смерти так называемый научно-технический прогресс не решил истинных проблем жизни будучи вечными по природе сейчас мы вынуждены рождаться и умирать в галии югу наш век раздоров люди не восприимчивы к науке самоосознания они живут так как им заблагорассудится они неудачливы и беспокойны ученик аквинский заключает что если божьи и человеческие законы противоречат друг другу нам следует повиноваться законам бога пропхупада да мы можем также повиноваться человеку который повинуется законом бога бессмысленно подчиняться тому кто несовершенен так слепые идут за другим слепцом если лидер не следует наставлениям верховного повелителя он несомненно слеп и не может вести за собой других зачем нам рисковать своей жизнью следуя за слепцами которые считают себя мудрыми но на самом деле ничего не знают вместо этого нам нужно принять решение учиться у верховные личности кришны который знает все в совершенстве кришна знает прошлое настоящее и будущее и ему известно что для нас лучше ученик поскольку церковь это посольство бога на земле по аквинскому вся земная власть существует лишь с позволения бога поскольку церковь это посольство бога на земле ей следует контролировать и светскую власть он считал что мирские правители должны подчиняться церкви а церковь должна иметь право отлучить монарха и сместить его с престола прабхупада мирскую деятельность следует организовать так чтобы бог стал конечной целью познания хотя церковь или брахманы могут непосредственно не заниматься управлением власти должны действовать под их надзором и согласно их наставлениям такова ведическая система администраторы кшатри получали наставления от брахманов которые доносили до них духовное послание в бхагавадгите 4.1 упоминается что миллионы лет назад кришна давал наставление по йоге бхагавадгиты богу солнца бог солнца прародитель кшатриев если царь следует наставлениям вед или других писаний передаваемом через брахманов или через истинную церковь он становится не только царем но и святым раджа риши кшатрии должны следовать по велением брахманов а вайши повелением кшатриев шудры же должны следовать наставлением трех высших варн ученик что касается красоты бога аквинский пишет бог прекрасен сам в себе они относительно каких-то ограниченных представлений очевидно что красота всех вещей берет начало в красоте божественной бог желает насколько возможно умножить ее в частности порождая свои подобия воистину цель всего сотворенного в какой-то мере отобразить красоту божественную пробхупада да бог это вместилище всего знания всего богатства всей красоты силы славы и отрешенности бог это вместилище всего и потому все прекрасное что мы видим есть всего лишь отблеск его красоты яд яд вибху тима от саттвам шримадур джитам эвава таттаде вавагачхат вам мамате джомиша самбхавам пойми же что все чудесное прекрасное и величественное в этом мире всего лишь искра моего великолепия бхагавадгита 10.41 ученик что касается взаимоотношений между теологией и философией и квинский пишет как священная доктрина опирается на свет веры так и философия опирается на естественный свет разума и если какое-то из утверждений философов противоречит вере то это уже не философия скорее злоупотребление философией проистекающие из ошибки в рассуждениях прабхупада да это верно в силу материальной обусловленности люди несовершенны философия созданная несовершенными людьми не способна помочь обществом совершенная философия исходит от того кто связан с верховной личностью бога и такая философия благотворна взгляды же спекулятивных философов есть плод их воображение ученик аквинский пришел к выводу об абсолютной необходимости божественного откровения поскольку с помощью философского метода истину способны постичь лишь немногие на пути знания человек может совершить множество ошибок а также это потребует очень много времени прабхупада да это так мы должны непосредственно соприкоснуться с верховной личностью кришной который обладает совершенным знанием нам нужно понять его наставления и постараться следовать им ученик аквинский считал что автором священных писаний может быть только сам бог который умеет не только устанавливать порядок слов в соответствии с их значением что может сделать и человек но и устанавливать порядок вещей кроме того смысл писания не ограничивается одним значением прабхупада смысл у писаний один но интерпретации могут различаться в библии говорится что вселенная была создана богом и это неоспоримый факт кто-то может утверждать что вселенная была создана из какого-то сгустка или строить другие предположения однако писание нельзя толковать подобным образом мы представляем баговадгиту такой какая она есть безо всяких интерпретаций и личных мотивов мы не можем изменять слова бога к сожалению многочисленные комментаторы писаний своими толкованиями лишили человечество сознания бога ученик в этом аквинский как будто расходится с официальной доктриной католической церкви которая признает лишь толкование папы аквинский считает что писание могут содержать множество смыслов которые раскрываются согласно степени нашего понимания прабхупада смысл один но если человек не постиг истину он будет давать различные толкования и в библии и в баговадгите сказано что бог создал вселенную в гите 10.8 мы находим утверждение господа кришны ахам сарвасия прабхаво матах сарвам правар татэ я источник всех духовных и материальных миров все исходит из меня если все на самом деле порождено энергией бога почему мы должны принимать другое значение или толкование какой тут может быть второй смысл ученик ну к примеру в библии говорится что сотворив мир вечером бог решил прогуляться по раю аквинский считал что здесь заложен внутренний метафорический смысл прабхупада если бог может творить то он может также ходить говорить прикасаться и видеть если бог личность для чего искать другой смысл в чем он может заключаться ученик в имперсоналистических домыслах прабхупада если бог творец всего он должен быть личностью хотя кажется что вещи порождены вторичными причинами на самом деле все сотворено великим творцом ученик создается впечатление что аквинский поощряет личные интерпретации он пишет множественность значений подходящих к пониманию разных людей принадлежит к числу достоинств священного писания ибо каждый человек изумиться тому что в словах писания содержится та же истина которую он прежде постиг своим разумом прабхупада нет если ум человека совершенен он может объяснить смысл писаний но мы убеждены что совершенный человек не станет изменять слова бога а если человек несовершенен какова ценность в его изменениях ученик аквинский не говорит об изменениях прабхупада толкование означает изменение имеет ли право несовершенный человек изменять слова бога если слова писания можно менять значит они несовершенны. Тогда возникают сомнения, действительно ли произнесены они Богом или же обычной несовершенной личностью. Ученик. Многие протестантские течения возникли как результат подобного толкования. Достаточно неожиданно, что такая точка зрения встречается у Аквинского. Прабхупада. Как только вы начинаете давать свои толкования или что-то менять в Писании, оно теряет свою авторитетность. Потом придет кто-то еще и даст еще одно толкование, а за ним придут другие, и в итоге изначальный смысл Писания будет утрачен. Ученик. Аквинский полагал, что в этой жизни невозможно увидеть Бога. Он пишет, Бога в его сущности не может увидеть тот, кто является всего лишь человеком. Это доступно лишь тем, кто вышел за пределы мира смертных. Божественную сущность невозможно постичь через природу материальных вещей. Прабхупада. Что он имеет в виду, когда говорит о божественной сущности? Для нас сущность Бога имеет личностную природу. Тот, кто еще не познал личность Бога, повсюду видит его безличный аспект. Продвинувшись немного дальше, он увидит Бога как параматму в своем сердце. Таков результат югической медитации. И, наконец, достигнув действительно высокого духовного уровня, он увидит Бога лицом к лицу. Когда Кришна приходил на землю, люди воочию видели Бога. Христиане считают Христа сыном Бога. И когда он приходил, люди могли видеть его. Аквинский считает, что Христос не является божественной сущностью. Ученик. Для христиан Христос, несомненно, должен быть божественной сущностью. Прабхупада. А разве не видела его множество людей? Как же может Аквинский утверждать, что Бога нельзя увидеть? Ученик. Трудно сказать, кем является Аквинский в большей степени, персоналистом или имперсоналистом? Прабхупада. Значит, он занимается измышлениями. Ученик. Вот что он пишет о личностном аспекте Бога. Поскольку Бог по природе своей все совершенен, и потому всякое совершенство должно быть приписано ему, то говоря о Боге, будет уместно употреблять слово личность. Однако, отнесенное к Богу оно употребляется не совсем так, как в случае с обычным существом, но в более высоком смысле. Несомненно, по своему величию божественная природа превосходит всякую другую, так что вполне уместно говорить о Боге как о личности. Больше Аквинский не приводит никаких подробностей. Прабхупада. Христа считают сыном Бога. Если можно видеть сына, почему нельзя увидеть отца? Если Христос сын Божий, тогда кто же является Богом? В это значит, что он и зашел из Бога. Он личность, и Бог тоже личность. Поэтому мы называем Кришну верховной личностью Бога. Ученик. Что касается имен Бога, Аквинский пишет, «И все же, поскольку Богу присущи такие атрибуты, как простота и существование, мы приписываем ему простые абстрактные имена, выражающие его простоту, а также конкретные имена, выражающие его существование и совершенство, хотя и те и другие бессильны выразить образ его бытия, ибо наш интеллект в этой жизни не знает его таким, каков он есть». Прабхупада. Одно из неотъемлемых качеств Бога – его бытие. Другое его качество – привлекательность. Бог привлекает всех. Слово «Кришна» означает «все привлекающий». Что же плохого в том, чтобы обращаться к Богу, называя его Кришной? Поскольку Кришна дарует наслаждение Радхарани, его называют Радхикараманой. Поскольку он существует, его называют Верховным Существом. В каком-то смысле у Бога нет имени, в то же время у него миллионы имен, соответствующих его деяниям и качествам. Ученик. Аквинский придерживается мнения, что хотя имена используются по отношению к Богу для выражения единой реальности, они не являются синонимами, поскольку обозначают разные грани этой реальности. Прабхупада. Имена Бога существуют, поскольку ему присущи разнообразные свойства и деяния. Ученик. Но Аквинский заявляет, что имя принадлежит Богу в ином смысле, нежели его творением. Прабхупада. Имена его творений также происходят от Бога. Например, Господь явился в воплощении вепря, и поэтому какого-то преданного могут звать Варахадас, что значит «слуга Господа вепря». Это имя не выдумано, оно относится к деяниям Бога. Ученик. Аквинский полагал, что имена Бога, связанные с его творениями, обозначают Бога временно. Он пишет. Хотя Бог первичен по отношению к сотворенным существам, поскольку значение слова «Господь» подразумевает идею слуги, и наоборот, два этих относительных термина «Господь и слуга» одновременны по природе. А значит, Бог не был Господом, пока не создал существо, подчиненное ему. Таким образом, имена, которые выражают отношение Бога к его творению, применимы к нему лишь временно, а не вечно, поскольку Бог находится вне творения. Прабхупада. Бог всегда существует как Господь, и его слуги вечно существуют вместе с ним. Как он может быть Господом, не имея слуг? Разве у Бога может не быть слуг? Ученик. Его понимание таково, что живые существа были созданы в определенный момент времени, а до того Бог пребывал в одиночестве. Прабхупада. Это материальное представление. Создается материальный мир, а не духовный. Духовный мир и Бог существуют всегда. Тела живых существ, населяющих материальный мир, создаются. Но Бог всегда пребывает в духовном мире вместе с бесчисленными слугами. Согласно нашей философии, число живых существ безгранично. Тех, кому не нравится служить, помещают в материальный мир. Что же касается нашего изначального положения слуги, оно вечно, будь мы в материальном или в духовном мире. Если мы не служим Богу в духовном мире, мы опускаемся в мир материальный, чтобы служить его иллюзорные энергии. В любом случае, Бог всегда остается господином, а живое существо остается слугой. Ученик. Аквинский считал, что чем менее конкретно имя Бога, тем более оно универсально и правильно. Поэтому он полагал, что самое подходящее для Бога имя – Сущий. Прабхупада. Почему? Если Бог деятелен и создал целую вселенную, что плохого в том, чтобы обращаться к нему, исходя из его деяний и качеств? Ученик. Аквинский утверждает, что самой сутью Бога является сам факт его бытия – то, что он есть. Прабхупада. Конечно, он есть. Но это «он есть» означает, что он существует в своей обители со своими слугами, друзьями, любимыми занятиями и атрибутами. Там есть все. Мы должны задаться вопросом, каков смысл, какова природа его бытия. Ученик. Создается впечатление, что Аквинский по большому счету был имперсоналистом. Прабхупада. Нет. Просто он не мог понять, является ли Бог личностью или нет. У него было желание служить Богу как личности, но он не имел ясного представления о нем как о личности, поэтому он пускался в домыслы. Ученик. А в ведах есть эквивалент понятию Сущий. Прабхупада. Ом Татсат. Имеет безличную природу. Однако эту мантру можно расширить. Ом Намо Бхагавате Васудева Я. Слово Васудева означает «тот, кто живет повсюду» и относится к Бхагавану – верховной личности Бога. Бог одновременно и личностен и безличен, но безличный аспект вторичен. Бхагаван Шри Кришна утверждает в Бхагавадгите. Брахману хи пратиштхатам. Амритис явья ясьяча. Шашвата сьяча дгарма сья. Сукха сья и кантика сьяча. Я – основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который и есть средоточие высшего, изначального блаженства. Бхагавадгита, 14.27. Какой там комментарий? Ученик читает. По природе Брахман бессмертен, неуничтожим, вечен и исполнен блаженством. Осознание Брахмана является первой ступенью духовного самопознания, вторая промежуточная ступень – осознание параматмы, сверхдуши. А высшей ступенью в постижении абсолютной истины является постижение верховной личности Бога, Прабхупада. Это и есть божественная сущность. Продолжение следует... Продолжение следует...